Продукция Белорусского расследовательского центра у Адмыслова для Белсад ТВ при допомозе Альянсу расследовательников Беларуси и ОССРП. И от бабули утек, и от дядули. За прошлый год бизнесовцы, приближенные до Александра Лукашенко, трапляли под санкции как с боку Захода, в связи с подозрениями, что зарабатывают деньги для уладной верховины, так и с боку России за реэкспорт санкционных товаров. Но, как выявило наше расследование, на класть эффективной обмежевания не удалось ни этим, ни этим. Как и на чем теперь зарабатывать бизнесовцы, приближенные до Александра Лукашенко? И как слынное отражение Аршаншины из руинового попелу первоутворился у Велизарной офшор на уходной межи Беларуси? У эфира передача давайте разбираться. С вами Олесь Ярошевич. А так само Вольга Ратмирова и Станислава Вашкевич. И сегодня у нашего Дании. Податковый рай для гаманцов Лукашенко. Если раньше вся контрабанда, серые схемы проходили через управделами, то с определенного момента вместо государственных услуг стали ставить вот этих вот доверенных бизнесменов. Изменили улазников по сбегу санкций. Попытки к обходу или участия в подобных схемах должны довольно жестко пресекаться. Скандальная будовля на Аршанщине. Ну, нежелание платить – это вообще основа в стройке. Поднять Аршанщину з руинов и попелу. Под этим лозунгом Александра Лукашенко еще два года тому у законов, бадай, найбуйнейший офшор краины. Особливую экономичную зону Бремена Ворша. Чому я чапляюся за барыни Балбасовых? Это шоковное место. Лепш не придумаешь для життя. Чому тут людям не жить? Я не будусь тут жить, коли будет праца. Працу треба им дать. Только наша обязладность не дозволит загрузить тут людей. Нагадаем трошки гисторы. Куратором проекту Лукашенко поставил своего старейшего сына Виктора. А был и помощник Виктора Александра Зайцеву, цепер старшиня совету удельников компании Бремена Групп, якая и стала керовать с этой офшорной зоной. Со степлого державного службовца при Викторе Лукашенко Зайцеву стал одним из найбуйнейших белорусских логистов и экспортеров зброи. Из того, что рассказывают люди, то Зайцев очень любит роскошь. В кабинете у него стоит шокарная мебель, антиквариат. Некольки фирм у Зайцева с группы компаний Сохра местятся в эмиратским офшоры. Александр Лукашенко наприклад поспроял, как одну из этих эмиратских офшорных компаний забеспечили контрактами на сдобычу золота у Африцы. Логистичный центр, где моя доля был и помощник Виктора Лукашенко, разместился у офшоры Белорусским, маленьким поселку Балбасова у Оршанским районе. Там же местится и штаб Кватера компании Бремена Групп. Под час порционной поездки в Оршанский район в липенье 2018 года Лукашенко попросил поскорость будовництва мультимодального комплекса и пропоновал бизнесовцам свою допомогу. И моя цель не только, чтобы мы тут получили эффект для государства. Рабочие места и жилье для людей. Согласовывайте со мной и, знаете, каждому объемы работ. 7 ноября эти работы первого этапа, культур, техника, рекультивация, восстановление, они должны быть закончены. И проектные работы должны быть закончены. У них свои проекты, они работают. У них задача одна – ускориться. По одной из версий огученных у СМИ, первые три литры в назве Бремена, это выдворная от Брестской в области, где народился Александр Зайцев. МИ, значит, Минск, это место жахарства другого солдальника компании Алексея Алексина. Она – это Одновополоцку. Там начинал свой бизнес третий партнер – Миколай Воробей. Логистыка и транспортование в Беларуси – это бизнес на 6 миллиардов рублей на год. Улады поспрояли, как Бремена Групп, Худка стала одним из найбуйнейших логистичных операторов Украины. Фирме дали добро на будовниство мытно-логистичных центров просто на головных грузовых пограничных переходах Беларуси – в Беростовице и Брузгах. А вось у географичном местознаходжении их третьего логистичного центра – Бремена Горша – не которые, отмысловцы, великой выгоды не обачить. Если раньше вся контрабанда, серые схемы проходили через управделами, то с определенного момента вместо государственных услуг стали ставить вот этих вот доверенных бизнесменов, как Зайцев, Алексин и Воробей. Они, можно сказать, полностью монополизировали все потоки, которые идут в Беларусь и из Беларуси. Поводли документы у Екеды настрапили капитальные выдатки на будовниство мультимодального комплекса в Балбасове под конец минулого года склали омаль 35 миллионов долларов. Директор Бремена Групп Сергей Купреев свяжет, что до конца этого года агульные капитальные инвестиции в логистичный комплекс досягнут уже 130 миллионов рублей, а в округу больше за 50 миллионов долларов. Поводли его компания протягивает працу, не глядя на санкции. Альтернативы есть. Никого не скорочаем, набираем обороты. Только наперед. Сегодня у особливой экономичной зоны Бремена Ворша працуют 4 резиденты. И, как выявило наше расследование, усеяны так, ци инакш, связанные с уластниками Бремена Групп. Возгаты 4 фирмы резиденты. Уластна Бремена Групп, Рузэкспедиция, Евразийская инвестиционная группа и Сохра. Бремена Групп керуя самой, особливой экономичной зоной. Рузэкспедиция будуе авиационный терминал, Евразийская инвестиционная группа Международный гандлёвый городок, а Сохра – гуртовый рынок Садовины Огаронины. Усе компании мают широкие податковые, мытные дынши и льготы. Этых льготов тут навод больше, чем у китайско-белорусским индустриальным парку «Великий камень», який так само изявляется особливой экономичной зоной. Если мы посмотрим просто на перечень, если льгот, то создается такое впечатление, что к товарищам просто подошли и сказали, ну, а как вы хотите, чтобы было? Они сказали, ну, хотим так, чтобы всё. И потом просто под это всё подвели какие-то нормы, указы. Чому ж за два годы в особливую экономичную зону так и не пришли иншая кампания, про чатых, что звязанная с уласниками Бремена. Про это мы хотели спытать у керовника Бремена групп Сергея Купреева, а Леон по сутности отказывает на наше питание от мой усин. А что-то я не понимаю. Кто мне звонит? У другого государства какие-то вопросы задают, извините, хотелось бы в таком формате разговаривать. По воде информации от инсайдеров с рынка логистики про с Бремена ворша идея реэкспорт розных товаров у Россию без выплаты податку на додадзиную вартость, а так само с заниженными коштами. Одна из таких схемов канал продажи у России про с Беларусь кветок на 300 миллионов долларов на год. И она была вспынена после нашего расследования. Белорусские журналисты Александр Ярошевич, Вольга Ратмирова, Стаси Вашкевич, Зновина УБИУАЙ и телеканал УБИЛСАТ провели незалежное расследование, у которых дали информацию про схемы с допомогой каких белорусские компании заработают на реэкспорте кветок у Россию. Шановный Владимир Иванович просим вас умешаться в ситуацию, якая склалася на кветковом рынку России и принять меры убрать без шэрым импортом с Беларуси. Однако все лета бизнес-империя Бремена Групп опынулася под погрозой, бо потрапила под санкции США и Евразвязу. Что пошли робить в связи с тем наближенные до Лукашенко бизнесовцы? И как теперь они будут спрацовать? В червене этого года Бремена Групп трапила под санкции Евразвязу. Уладальник Бремена Ворша Алексей Олексин, Миколай Воробей и Александр Зайцев угоходят у близкое коло бизнесовцев, связанных с Лукашенком и потребляют тесные стасунки с ними и его семьей. Таким чином Бремена Групп отримливает выгоды от режима Лукашенки. После введения санкций у Бремена Групп сказали, что продвачили такий крок и назвали его спробой переделить рынок логистики. То, что теперь отбывается вокруг компаний имеет отдаленное дочинение до добросумленной конкуренции, которая обвинувалась на наш адрес в финансовании и на ближности до уладных структур. Уж неуне до европейских санкций с Управц Бремена Групп долучились и взлучные Штаты. Но, например, за полгода до введения заходных обмежеваний логистичный оператор распочал кроки на опереживание. На папе район позбылся от двух афилеванных компаний Рузэкспедиции и Влады Логистык. Манипуляции отбылись не в забаве после того, как под санкций и личности, которые попадают, должны проходить определенные стадии проверки, перепроверки, должны быть железные доказательства этому, и поэтому передача прав собственности, то есть выводы с под санкций дает определенное временное окно. Змена владельника позволила подконтрольным логистичным компаниям протягнуть свою деятельность. На ее сейчас вспынемся подробязни. Начнем с компанией Рузэкспедиция. Этот транспортовальник неодноразово выигрывал тендеры на поставку белорусских пиломатериалов на Китай. Например, 12 липня этого года компания выиграла тендер на экспорт больше чем 5000 кубичных метров хвоевых пиломатериалов с пропоновой больше чем на четверть миллиона долларов. Этот тендер, как и попереднее, проводило державное предприемство Беллесэкспорт. Оно означало, что на белорусские пиломатериалы есть высокий попыт и кошты на него так само истотно повысились на фоне пандемии коронавируса. Белорусские товары возим, да. В основном белорусские товары статализируемся на это. Что требуется Китаю, то мы и везем. Где выигрывал тендер, где-то проходят какие-то конкурсы определенные на госпредприятиях, в каких-то министерствах и так далее. За минулий год выручка РУЗ-экспедиции выросла амаль до 4 с половой миллионов рублей. Приблизно полова от этих всех поступлений это чистый прибыток. В 2020 году компания заплатила приблизно полмиллиона рублёв податку на прибыток, а в ось графе «Іншая податки и сборы», яке вылечиваются с доходу, стоит прочерк. У компании рассказали, какие податки они платят. Во-первых, это внешнеэкономическая деятельность. Там, в принципе, присутствует один налог, это налог на прибыль. НДС, как вы знаете, во внешней торговле не присутствует. Все остальное это железнодорожные тарифы, аренда подвижного состава и так далее. Один и уладальник РУЗ-экспедиции на сегодня это ее генеральный директор Евген Крохотин. И он узначали у компании, что в листопаде 2017 году задолго до того, как она формально перестала належить Бремена Группу. Со слов Крохотина, змена властников у РУЗ-экспедиции не связана с санкциями. Мы вообще должны были создаваться как технический партнер Бремена Группу, но потом мы отказались от этого проекта. Почему? Потому что Грубо говоря, Бремена Группу это управляющая компания. В основном это строительство вот этого мультимодального комплекса особой экономической зоны плюс управление другими имеющимися активами. Было принято решение. В принципе, это просто, наверное, долгое юридическое оформление шло. Наши не так быстро сработали, как хотелось бы. А потом мы поняли, что все-таки экспедиция это отдельная компания, это отдельный вид бизнеса, который при ком-то, то есть зависеть от кого-то, от другой компании или от холдинга он не может. А вот у другой компании, якая небыто уже не належит Бремена Групп, объемы на парадок больше. И она кирует логистичными комплексами Бремена на помежных переходах у Беростовицы и Брузгах на меже с Польшей. Державные СМИ писали, что Влад и логистику выходят у группы компаний Бремена Групп. И, саправды, с травня 2017 года до Снежни 20-го, Бремена Групп была одиной уластницей Влада Логистик. Але, после того, как его развяз, увел третий пакет санкций у темлику суперц Миколая Воробья, уластниками фирмы стали некольки физичных особов. Олег Герасим и Олег Петров, Евген Крохотин и Олег Барабанов, Дмитрий Замулевич и Владимир Аркадьев. Как вывел наше расследование, все не так, ци иначе, связанные с первыми уластниками Бремена Групп. Герасим и Петров лечатся топ-менеджерами готельно-ресторанного комплексу Сябры подконтрольного Алексею Олексину. Крохотин, как уже говорилось, это керавник и уластник РУЗ-экспедиции, а Барабанов директор Влад и Логистик. Замулевич працавал на Миколае Воробьян, и он был директором компании Интерсервис. Любые попытки к обходу или участию в подобных схемах должны довольно жестко пресекаться, штрафы должны быть довольно серьезные, и тогда действительно санкции будут работать в полную силу, как они и задумывались. С снежной 2019 года Влад и Логистик з'является уполноваженным экономичным оператором. Такий статус, сгодно президентского указа, дозволял не платить податок на додательную вартость при увозе товаров в Беларусь, правда, з умову их дальнейшее экспорту замежа краины. Как показало наше минулое расследование, за кошт такой преференции белорусские компании шмат зарабляли на реэкспорте разных товаров в Россию. Причин там еще и занижався мытный кошт товару, что дозволяло платить у бюджет менее, чем мусила быть. Ранее мы расповедали, что такая схема выкористовывалась при реэкспорте про Беларусь в Россию к веток. Так супало, что после выхода нашего супольного с российским выданием проекта материала геноцид транзита цветочной продукции через Республику Беларусь в Российскую Федерацию. Машина, груженная, цветочной продукцией с полным пакетом документов едет на границу РБ с РФ для получения актов и санитарного контроля. Там она берется и ставится на досмотр, везется в Смоленскую или Московскую область. После прохождения досмотра машину владельцам не отдаются. В этой осени Лукашенко уже скасовал свой указок и продвигал вызволение от податка на додательную вартость товаров, что возятся в Беларусь, и брокеры спрагнозовали, что после скасования этого нулявого ПДВ потреба в беларусской схеме увоза товаров в Россию истотно упадет. През Беларусь в Россию увозились не только кветки, но и разные споживецкие товары, а так само обстреливания. Да, это для оформления на меже Беларуси было популярным сирот российских юридичных особов, но теперь схема будет немогчимая. Поводили известок с базы «Импорт-джиньюс», який мы отримали от Центра расследования коррупции организованной злочинности ОССРП. Влад и логистик поставляли в Россию кветки из Нидерландов, пива и вуглеводород из Немеччины, горчицу, кетчуп и автозапчастки из Франции. Компания так само засветилась в привозе санкционной продукции в Россию. Мы взвернулись до кераминства компании с питанием, как скасование указа добьется на их праце. Я болею на больничном, на ваши вопросы отвечать я сейчас не собираюсь, тем более заочно. А что значит заочно? Спасибо. Ну я не знаю, кто вы такой. Ну журналист, я же вам представился. Александр Ярославович. Ну и что вы представились? Я могу вам представиться кем угодно. Аля Пакуль працавала белорусская схема, Влад и логистик поспела нарастить свои доходы у десятки разов. За минулый год выручка компании выросла больше, чем у 60 разов до амаль пау миллиарда рублев. Чистый прибыток амаль у 9 разов до 18 миллионов рублев. В 2020 году компания заплатила амаль 4 миллионы рублев податку на прибыток, а ле інших податков и сборов не платила. Для правнания на гэты год с бюджету Аршанского района на Ахову здоровья вылачено 67 миллионов рублев, а на адукацию крыху больше за 80 миллионов. Вот эти фирмы, они являются так называемыми логистическими агентами. На початку 20-го года интернет-выдание Спутника публиковало материал, из которого выникало, что на первой чарзе будовництва мультимодального комплекса в Балбасове с десятками айтшиных субподатчиков просто не различилися. Ну, нежелание платить это вообще основа стройки. На тот момент дебиторка сложилась не только по нашей компании, но и другим. А шуканные субподатчики звертались в следчик комитет, с заявой выникая, что бременно группу якости генерального податчика для будовництва комплексу протягнула польскую компанию УНИБЭП, а та в свою чергу польскую фирму АБСБ, якая имела представництво у Беларуси. АБСБ для выконания працев наняла белорусских субподатчиков. Как стверждают потерпелые, УНИБЭП различился за БСБ, а вось АБСБ с субподатчиками у полном объеме не расплатился. Сумма запозыченности у судовых пазовых перевысила полтора миллиона рублей. Белхим проект до прикладу оценил свои страты на некакие десятков тысяч долларов. Данная ситуация, которая сложилась, она привела в какой-то степени к тому, что компания перестала работать. Это при условии того, что мы на рынке более 16 лет и попадали в разные ситуации, где заказчик не мог оплатить нам, но так или иначе мы находили компромиссные решения и компания могла существовать далее. У АБСБ не отмовляли, что мая сдох перед субподатчиком. Основной причиной такой ситуации они назвали великую колькась додатковых працев, которые возникли уже в процессе строительства, из-за чего кошт значительно увеличился. Но УНИБ подсказали, что выполнили свои обязательства належным способом. Одна скринница близкая к ситуации, которая с нами поговорила, мая на это наступное видение. УНИБ пришел до АБСБ и, посылающийся на напруженные термины, попросил его распространять додатковые работы, дата замовы на их была оформлена належным способом. А потом, когда работы уже были выполнены, замовы так и не оформили. Таким образом, отривлялось, что УНИБ ничего не на БСБ, потому что формальной замовы не было, а АБСБ винно с подрядчиком за работы, на которых у них нет формальной замовы. После скандала на первой черзе, Бремена групп изменил генерального подрядчика. Им стала городинская фирма Кардена, директор якой Валерий Карпач на момент будовництва логистичного комплекса проходил обвинуваченным в криминальной справе. Но тут не обошлось без особистых совместей. Компания Карпача Кардена построила системы контроля транспортных средств в пункте пропуску Брузги недалеко от Городни, а в тот час региональную мытню был наместник старшины КДБ Василь Деменцей. А с травня 2017 до червяня 2019 ГТБ чиновник руковал Бремена Групп. Прикладно в тот же час новым подрядчикам на будовлю в Балбасове замест Унибеп и стала Кардена. Таким чином, что мы высветлили в вынику нашего расследования. Еще на первом этапе будовли логистичного комплекса в Аршанском районе десятки айчинных будовничих фирм встратили больше за миллион рублей. Теперь комплекс функционирует, бизнесовцы, наближенные до Лукашенко, добро зарабляют, выкористовывающие со слову инсайдеров Бремена Ворше для поставок разных продукций в Россию по водле широких схем. Уведение заходних санкций хоть и ускладнило ситуацию Бремена Групп, однако компания формально позбавилась от часки своих активов, для мягчимого об уходу обмежевания, а на самом речь протягивает бизнес празд доверенных особам. Редактор субтитров А.Семкин